Интересная ситуация с ответом Зеленского. Когда президент России озвучил, что будут раздавать паспорта в ЛНР и ДНР, Зеленский какое-то время помолчал, потом ответил. Ответил, на мой взгляд, ответил достойно. Он сказал, что обладатель российского паспорта практически не обладает никакими правами, то есть у него нет безвиза, у него нет многого другого, но зато у него есть блестящая возможность сесть за лайк, за репост, за экстремизм, за участие в несогласованном митинге, за притягивание за уши закона о фейковых новостях, как мы это видели уже на примере Архангельска, где девчонка просто пригласила на митинг, а на нее возбуждают дело, потому что митинг несогласованный и новость, по их пониманию, фейковая. Но я думаю, что юристы скажут, у любого юриста мозги в трубочку заворачиваются на этом месте. То есть особых прав российский паспорт не дает, зато накладывает кучу совершенно невынужденных таких обязательств. Ну и делает обладателя уязвимым перед системой. И он очень интересно. Он позиционирует Украину как страну, которая является передовой среди всех стран СНГ и полагает, что с Украины должны брать пример. Я вижу, что это дельный ответ. Судя по тому, как зашевелились штатные пропагандисты, этот ответ попал в цель. Это спокойный, взвешенный, разумный ответ. Почему я считаю, что этот ответ попал в цель? Сразу же Зеленскому, как президенту Украины, из России передали привет. На НТВ начинается шоу с его участием, которое называется «Магия». Именно шоу. Он там выступает как ведущий, как шоумен. И, конечно же, стояла задача показать ему его место, принизить и так далее. Это история 2011 года. Видимо, держали в запасе. Вытащили только сейчас. Я думаю, что у Зеленского он много снимался в России. Есть съемки с разных корпоративов, из разных ситуаций. Их будут потихонечку доставать. Но, когда ты идешь в большую политику, в международную политику, ты должен быть к этому готов. У Зеленского на этом этапе достаточное количество сторонников. И я не думаю, что его имиджу это как-то повредит. Но у него ситуация сложная. Он умеет разговаривать, у него КВНовское мышление. Он умеет быстро отвечать, но от него сейчас будут ждать действий. И у него огромное число сторонников за спиной, которые будут ждать этих действий. Если этих действий не последует, то они из сторонников превратятся в противников. Это очень яростные противники, бывшие сторонники. Это надо понимать. И второй подвох я вижу. Компания была предвыборная, очень яркая. Очень резкая предвыборная риторика. И было очень много обещано. От предвыборной риторики надо отказываться. Про нее надо забыть. Выборы кончились. И есть второе правило. Если первое правило политической борьбы, дебилам главное не мешать, то второе правило не пропустить момент, когда война закончилась и перестать пускать поезда под откос. Вот это вот очень серьезно. Вот этот момент тоже надо ловить. Все, выборы закончились. Предвыборная риторика должна быть закончена. Начинается работа. И судить будут уже по работе, по действиям, а не по словам. Потому что политика, слова это только начало. Политика это действие. Я хорошо отношусь к Украине. И конечно мне бы тоже хотелось, чтобы у них все получилось.